Итак, я очень люблю автоматизацию и очень рад видеть в этом зале такое большое количество людей, которые разделяют мои увлечения. Сегодня я хотел бы поговорить с вами про API-тестирование и про организацию API-тестирования с использованием такой достаточно популярной библиотеки как REST-Achure. Зовут меня Билл и коллега, я работаю автоматизацией в компании EPAM, занимаюсь вообще в IT более 12 лет, занимаюсь автоматизацией более 8 лет, приходилось тестировать проекты и веб, и API, и мобайл, писал на языках и Java, и C-sharp, но на данный момент занимаюсь мобайл автоматизацией, как ни странно доклад будет не про нее. Итак, короткая адженда сегодняшнего доклада, почему именно REST-Achure, как проводить верификации в ней, репорты, контрактное тестирование, перформанс-тестинг, ну и пару true-life stories. Что же было в начале? В начале был HTTP-клиент, и я работал на проекте, на котором API-тестирование было реализовано через HTTP-клиент. Это было достаточно громоздко, это была куча классов, оберток, оберток над обертками, и это достаточно сложно все было поддерживать, и достаточно сложно было разбираться, особенно там человеку, который только пришел в проект. И потом на следующем проекте я познакомился с таким инструментом, как REST-Achure. В Java нету нативной поддержки HTTP-запросов, такой как в языках Ruby, и REST-Achure призван исправить эту ситуацию. То есть REST-Achure предоставляет практически нативные инструменты для отправки запросов, получения ответов. Это все пишется очень, выглядит очень компактно, использовать очень легко. Для того, чтобы начать использовать REST-Achure, достаточно добавить в POM-dependency REST-Achure и импортировать REST-Achure в том классе, в котором вы собираетесь его использовать. REST-Achure поддерживает идеологию Гиркин-сценариев, и те, кто работал с BDD, для них работа с REST-Achure покажется еще более простой. И как любой Гиркин-сценарий, REST-Achure поддерживает такие структуры, как GIVEN, WHEN и ZEN. И поподробнее хотелось бы рассказать, как они реализованы в REST-Achure. Секция GIVEN. В секции GIVEN мы можем засетапить всю необходимую информацию для отправки нашего запроса. Это base URL, это хедеры, паспинт, параметры URL. Также поддерживается такой метод, как LOG, который позволяет выводить в консоль ту или иную информацию о нашем реквесте. В данном случае мы выведем в консоль body request, но также можно выводить all, cookie, хедеры и любую необходимую информацию. Секция VEN. Секция VEN самая короткая. Секция VEN это непосредственно отправка нашего запроса. Если мы отправляем POST запрос, то в секции VEN будет просто метод get и все. Если мы отправляем любой другой тип запроса, который требует body, то в секцию VEN еще добавляется метод body, в который мы можем передать наш JSON обычной строкой, как здесь, либо передать любой экземпляр класса, который описывает тот JSON, который мы хотим передать на сервер. В таком случае сериализация и десериализация JSON выполняется автоматически. Не надо никаких прикручивать дополнительных библиотек для того, чтобы десериализировать. И секция VEN. Секция VEN является самой интересной. В секции VEN проводятся все проверки над респонсом от сервера. Секция VEN также поддерживает логирование. Такой же метод LOG, но выводит он в консоль уже body response от сервера. В данном случае мы еще проверяем, что респонс у нас вернулся со статус кодом 200 и что время выполнения нашего запроса было меньше 5 секунд. То есть если запрос обрабатывался дольше 5 секунд, данный тест будет зафейлен. Также еще в REST-A-SHURE есть метод AND. Метод AND является синтаксическим сахаром. Он ничего не выполняет и служит для логического разделения методов между собой, особенно если методы написаны не в столбик, как у меня, а в цепочку. Тогда метод AND позволяет улучшить читабельность нашего кода. И такой вопрос. Чего никогда нельзя делать при написании правильного и чистого кода? Самое-самое основное. Нельзя повторять и дублировать код. Do not repeat yourself. Как этот принцип реализован в REST-A-SHURE? Что позволяет в REST-A-SHURE уменьшить дублирование кода? Потому что в каждый запрос нам надо и хедеры, и урлы, и всю-всю-всю информацию для каждого запроса нам надо добавлять. В REST-A-SHURE поддерживаются два типа спецификаций. Это реквест-спецификации и респонс-спецификации. В реквест-спецификацию мы можем вынести всю информацию из секции Given, которая является общей для всех наших тестов, либо для всех тестов в данном тестовом классе. Спецификаций можно создавать много и использовать в разных тестах разные спецификации. В данном случае у нас вынесен базовый URL, у нас вынесен тип запроса, хедер, тип контента, JSON, и путь к нашему Endpoint. Также спецификации поддерживают параметризацию в пути к Endpoint. Например, в данном случае ID в фигурных скобочках – это кастомное имя переменной, которое будет подставлено. У нас вон есть дальше секция Given, в которую мы подключили через метод Specs нашу спецификацию. И следующим методом, паспорам, мы заменили нашу переменную ID на конкретное значение. То есть эта спецификация может быть более гибкой и использоваться для большего количества тестов. И респонс-спецификация. Респонс-спецификация позволяет вынести из секции Then все общие проверки тоже в спецификацию и не дублировать каждый раз. Например, каждый тест у нас должен вернуться со статус-кодом 200. Каждый тест у нас должен отрабатывать быстрее, чем 5 секунд. Вся эта информация может быть вынесена в спецификацию. Также в спецификации мы можем проверить наличие каких-то ключевых секций в нашем респонсе. Если у нас нет, например, секции Data, то те проверки в тестах, которые мы уже проводим внутри секции Data, они не имеют смысла. И стоит зафейлить такой тест еще на проверке спецификации, что такого поля в JSON нет. Также, чтобы еще более уменьшить дублирование кода, REST-A-SHURE поддерживает глобальные конфигурации. В глобальной конфигурации может быть вынесен URL, если он общий для всего проекта. Это могут быть прокси, если у вас есть необходимость его использовать. Аутификации, сертификаты и прочее-прочее. То, что является глобальным для всего вашего тестового проекта. REST-A-SHURE имеет встроенные ассерты. То есть вы можете проверять ваши респонсы в REST-A-SHURE, не писать ассерты, не описывать методы, не делать кучу проверок. Все это может быть произведено прямо в REST-A-SHURE. Каким образом это все делается? У нас есть метод BODY в секции ZEN, который принимает в себя два параметра. Это строковой параметр, который является JSON или XPath, в зависимости от того, что он возвращается от сервера JSON или XML. И второй параметр, который принимает метод BODY, это MATCHER из библиотеки Humcrest Match. Core библиотеки Humcrest Match также встроен в REST-A-SHURE и дополнительно его подключать тоже нет необходимости. Единственное, стоит заметить, что JSON-Path в REST-A-SHURE реализован, взят из Groovy, то есть Groovy GPath, вместо более привычного всем JV-овского JSON-Path. И они имеют некоторые различия, и на это стоит обращать особое внимание, когда вы пишете JSON-Path в REST-A-SHURE. Пару примеров, как выглядит JSON-Path в REST-A-SHURE. Значит, у нас есть XML, у нас есть небольшой JSON-чик. В GPath нету относительной адресации, и у нас любой наш паз должен начинаться с root элемента обязательно. Дальше после точки перечисляются дочерние элементы. Также поддерживается индексация. Индексация может быть как положительная, так и отрицательная. Если у нас индекс минус один, это значит, что мы вернем первый элемент с конца списка. Также если указать два индекса через две точки, то нам вернется лист, нам вернется range элементов с первого по пятый включительно. Также JSON-Path поддерживает кондишены. Условия у нас заключаются в фигурные скобки, и элемент id указывает на текущий нод, в котором мы находимся, к которому мы, собственно, будем проводить проверки. В данном случае у нас есть book, и мы проверяем, что price книги должен быть меньше 10. Соответственно, нам вернется одна книжка, которая удовлетворяет эти условия. И второй параметр – это матчер из библиотеки Humcrest, как я говорил. Матчеры поддерживаются из Core. Это логические, объектные, коллекции, цифровые, ну и текстовые. Стандартный набор. И пример использования верификации уже непосредственно в секции Zen в коде. У нас есть JSON-чик, у нас есть JPath, который нам возвращает категории всех книжек, и мы проверяем, что среди категории всех книжек есть категория с value fiction. Или, например, нам возвращаются цены всех книжек, и мы проверяем, что все книги имеют цену меньше 50 каких-то условных единиц. Также JSON-пасс поддерживает встроенные методы. Например, здесь у нас есть встроенный метод min, который возвращает нам минимальную цену из всех книг, и мы проверяем, что у нас нет вообще в JSON-е книжек дешевле 5 условных единиц. Бывает, возникает такая ситуация, когда надо сравнивать ответ, который пришел не с какими-то ожиданиями, которые у нас готовы, а, например, сравнить две части одного и того же JSON-а. Например, у нас есть поле bookcount, который указывает, сколько книжек нам пришло в JSON-е, и есть массив этих книг. Нам надо посчитать книги в массиве и сравнить с числом в поле bookcount. В таком случае после метода ZEN мы можем поставить точку с запятой, и то, что у нас получилось, сохранить в переменную с типом validatable response. И дальше в верификации мы можем использовать несколько раз этот response, вытягивать разные данные, матчить между собой, сравнивать и тому подобное. Итак, стоит ли отказаться от assertion в целом и использовать матчеры в REST-A-SHURE с HUMM-CREST? С моей точки зрения нет. С моей точки зрения это не будет лучшей практикой. Сейчас объясню почему. Во-первых, REST-A-SHURE поддерживает десериализацию нашего JSON-а к типу какому-либо классу, которым мы этот JSON описали. Мы можем полученный нами JSON десериализировать классу типа user и уже дальше проводить проверки над этим классом. Это намного более гибко, потому что JSON-Path не позволяет двигаться вверх по дереву JSON-а, и это накладывает некоторые ограничения. Когда мы это десериализовали в класс, с классом мы можем делать практически все, что угодно. Когда мы описываем модели для десериализации, либо для body, для отправки наших реквестов, очень удобно использовать ламбок. Здесь на примере есть два класса. Это абсолютно одинаковые классы. У них всего лишь три поля. Они описывают юзера. Три поля first name, last name и age. И с левой стороны у нас есть сеттеры и геттеры для этих классов. А с правой стороны мы использовали библиотеку ламбок. И всего лишь одна аннотация дата заменяет нам все геттеры и сеттеры для обращения к этим данным. Если же в этот класс планируете использовать для формирования body реквеста, то я рекомендую добавить еще аннотацию builder, что добавляет pattern builder в наш класс. И из такого класса очень удобно собирать гибкие JSON-ы, особенно если у вас не все поля являются мандатори, а некоторые поля можно скипнуть, то вы можете очень удобно строить такой JSON-ы объект этого класса, не используя целую кучу разных конструкторов с разным набором параметров. И основная причина, почему все-таки не стоит использовать встроенные ассерты. Вот есть такой пример, assert equals и два now-а туда передала. Как вы думаете, что произойдет с тестом? Он зафейлится или нет? Да, этот тест пройдет. Такая ситуация была на одном из проектов, на которых я работал. Когда легли все сервера и Continuous Integration запустил проверку по расписанию, то 70 тестов прошли пасом на полностью лежащих серверах. Это было связано с тем, что сравнивались респонсы от разных серверов между собой, с разных endpoints, и приходили now-ы, и в результате сравнивалось на assert попадало два now-а, и мы получали пас. В таком случае при десериализации к классам все эти now-ы легко отлавливать. Кстати, проверка на статус-код тоже не исключает этой ошибки, потому что статус-код 200 говорит нам о том, что сервер нам ответил, но будет ли в боди вообще валидные данные или вообще есть ли там боди, это не гарантирует. Еще очень удобно, когда у вас достаточно большие JSON-ы возвращаются, и когда у вас выпадает какая-то ошибка, часто по сообщению об ошибке не совсем понятно, почему тест упал, и надо в логах это все дело искать, дебажить и тому подобное. И часто бывает удобно оттачить к нашему репорту, к каждому тест-кейсу, наш реквест и респонс полностью, со всеми хедерами, урлами, боди, которые мы отправили, боди, которые мы получили. И, например, Allure предоставляет плагинчик для того, чтобы в одну строчку можно было оттачить реквесты и респонсы. Дальше будет небольшое демо, и я вам покажу, как это реализовано в проекте, в демокоде. И еще одна вещь, о которой я хотел бы поговорить, это контрактное тестирование. Что такое контракт? Когда есть написанный endpoint, у нас есть какой-то контракт, по которому он работает с кастомером. И как бы мы не меняли наш endpoint, как бы мы не меняли логику внутри, мы обязаны поддерживать контракт. Иначе просто клиент, который общается с этим сервисом, не сможет распарсить то, что он получил. Контракт-тестинг – это когда мы проверяем структуру данных. Нам не важно, какие данные пришли, но нам важно, что все необходимые поля в JSON есть, что они имеют определенный тип данных, что они отвечают каким-то требованиям. Иногда это не просто тип данных, а, например, мы должны убедиться, что в этом поле пришел именно email, а не просто кусок текста. И тому подобное. Это и есть контракт-тестирование. И самый лучший, на мой взгляд, способ организовать контракт-тестирования, когда вы можете проверить целый endpoint всего лишь одним тестом, это организация контракт-тестирования с REST-Achure с использованием JSON-схем. Что такое JSON-схема? JSON-схема – это тоже JSON-документ, который описывает другой JSON-документ. У нас есть исходный документик в черной рамочке. Он состоит всего лишь из трех полей – ID, Name и Price. И есть с правой стороны, с левой стороны, есть JSON-схема, которая его описывает. В JSON-схеме первый объект, тип первого объекта – это Object. Это тип всего JSON-а, тип root элемента, потому что он дальше содержит объект. И у нас есть секция Properties, где описываются все поля. И каждому полю в фигурных скобках мы предъявляем требования к этому полю. В данном случае у нас для первого и второго поля требования, чтобы первое поле было типом Integer, второе поле должно быть типа String, а к третьему полю у нас больше требований. У нас оно должно быть типа Number, оно должно быть не меньше 0. И Exclusive Minimum True говорит, что 0 из этого рейнджа исключен. То есть 0 тоже не может быть. Может быть любое, строго больше 0. И последняя секция Required содержит массив, в котором перечисляются все поля, которые являются необходимыми. Если хотя бы одного из этих полей или из этих ключей в JSON не будет, то такой JSON не пройдет валидацию. И еще несколько примеров из JSON-схемы. Например, у нас есть TypeString. Мы можем задать минимальное, максимальное значение. В таком случае у нас первое и четвертое не пройдет проверку, второе и третье пройдет. Range. У нас есть поле с типом Number. У него есть Range от минимум 0 до максимум 100. Причем максимум не входит в Range. Соответственно, у нас 0.50 проходит, а 100 уже не пройдет. Еще удобная штука в JSON-схеме – это проверка по Regular Expression. Мы можем проверять паттерн. В данном случае у нас паттерн говорит, что нам в этом поле должен прийти email, причем только из домена gmail.com. Первая часть email может быть производная, а домен обязательно строго gmail.com. И еще одна удобная штука – это Enumeration. Например, если поле у вас страна, и вы поддерживаете 5 стран, и вы точно знаете, что в этом поле должна прийти одна из 5 стран. Вы можете перечислить эти значения в Enumeration, и любое другое значение уже проверку не пройдет. Будет только то, что есть. И также JSON-схема позволяет комбинировать. У нас есть такой параметр как AnyOff. И дальше мы можем в массиве через запятую перечислять наборы требований. И пройдет верификацию поля, которое отвечает хотя бы одному из этих наборов. Например, в данном случае у нас есть требование string с максимальной длиной 5. И второе требование у нас есть string, в котором включена константа Ukraine. Ukraine больше 5, но она пройдет тоже, потому что она включена во второе требование. И отвечает ему, соответственно, проверка тоже пройдет. Более подробно, как организовано в коде это все, я вам покажу на демо в конце. И еще один момент, о котором бы я хотел сказать. Иногда на проектах бывает необходимость провести перформанс-тестирование. Но такое поверхностное очень, такой скрининг-перформанс. Когда у нас вроде нет смысла прикручивать какие-то большие инструменты, модифицировать много кода, нам, например, на каждом endpoint есть какой-то эталонный запрос. И мы должны проверить каждый раз, что на этом endpoint вот этот эталонный запрос проходит там не дольше 5 секунд всегда. В определенное, конечно, количество параллельных потоков. Можно в таких случаях использовать многопоточности с Java, подключать туда тест из REST-A-SHURE. И вот при помощи JavaFX я нарисовал такие графички, которые тоже оттачатся к репорту. Вы собираете статистическую информацию о параллельном запуске и можете анализировать ее как угодно. Вы можете фейлить тест, если у вас хотя бы один респонс не прошел вообще. Вы можете фейлить тест, если у вас среднее время выполнения респонсов больше. Если у вас хотя бы один респонс больше какого-то времени занял. Но, тем не менее, вся информация в виде графика будет приотачена к репорту, ее удобно анализировать. Это тоже будет в демо. Ну и немножко True Life Stories. Это Data Driven подход. Я с ним на практике встретился один раз, когда он действительно очень хорошо зашел и классно помог. Это когда бэкэнд проект уже давно идет в режиме мануал тестинга и начинаем внедрять автоматизацию. И у мануальщиков есть куча всего уже написанного. Есть написанные тест кейсы. И была очень удобная штука. Это была матрица, в которой, ну, в Excel документ, грубо говоря, в котором был один столбик, это эндпоинты. Второй столбик, это запросы, которые надо отправлять. И третий столбик, это данные, которые мы в результате этого запроса должны получить. И таких строк в этом документе там было больше тысячи. В результате чего было очень удобно написать один тест и подключить этот XML документ в виде Data Provider и ранить этот тест для каждой строчки. Такой подход был очень удобный, потому что, во-первых, мануал тестировщики продолжали поддерживать этот документ, продолжали его модифицировать и наполнять. И всего лишь один тест нам закрывал очень большую область тестирования с минимумом работы. И второй момент, который я хочу рассказать из личной практики, это использование RESTO SHURE во фронтенд проектах. Для чего вообще во фронтенд проектах такая бэкенд штука, как RESTO SHURE? Мы на практике используем ее в двух случаях. Случай первый, это самая большая проблема фронтенд тестирования, когда мы вот нашли локаторы, нашли элемент, там, зашли на страничку, получили какие-то данные. И что дальше? Нам надо их с чем-то сравнить. Ну, да, круто. Мы получили данные, а что дальше с ними делать? То есть, одной из проблем тестирования являются тестовые данные или expected results. RESTO SHURE может решить эту ситуацию частично хотя бы. Мы можем получать данные от сервера и сравнивать с теми данными, которые мы получили с фронта. Более того, мы можем проводить над этими данными такую же обработку, которую проводит фронт. Например, если мы получили с сервера список, мы можем, и фронтенд поддерживает фильтрацию каких-то этих элементов, мы можем этот список пропустить через аналогичную фильтрацию, написанную нами, и таким образом проверить логику фильтрации, которая написана во фронтенде. То есть, это один и тот же процесс, но написан двумя разными командами, и, соответственно, могут... Ну, не такое точное понимание было задачи. Как-то по-своему программист реализовал, и уже фильтрация может не совпадать, и мы такие ошибки можем находить. И второй момент — это preparation. У нас на моем текущем проекте очень активно сейчас используется preparation при помощи бэкэнда. Дело в том, что, как я говорил, я работаю сейчас на мобайл-проекте, а мобайл-автоматизация — это самая медленная автоматизация, которую можно придумать. Это просто кошмар. Там тесты... У нас тест-сет из 100 тестов идет 15 часов. Это просто кошмар. Да, параллелизация может решить эту проблему, но параллелизация в мобильном тестировании — это штука дорогая, потому что каждый параллельный поток — это отдельный физический девайс. Виртуализация не очень хорошо решает проблему в мобайл-тестировании, особенно в iOS, потому что симулятор не является полноценной заменой реального девайса. И для того, чтобы как-то ускорить перформанс нашего теста, мы те действия, которые не являются непосредственно проверкой логики, мы вынесли в API Preparation. Мы генерим юзеров перед каждым тестом, мы создаем им историю, которая нам нужна, мы переводим этих юзеров в то состояние, в котором они должны находиться на начало теста, потом мы логинимся с этим юзером, выполняем проверки на UI уже, которые медленные, и после этого юзера удаляем, чтобы не замусоривать базу данных. Это очень сильно сократило нам время прохождения тестов, и мы активно это используем. Ну и сейчас обещанная демо небольшая. Есть URL на GitHub проект, вы можете его потом, я еще раз открою, QR-код сможете скопировать, скачать себе и поиграться с ним. Итак, у меня здесь есть три папки. Сейчас я перейду в демо режим. У меня есть три папки. И первая папка это подключение боди нашего реквеста-респонса к Allure репорту. Для этого, как я говорил, у нас есть маленький плагинчик от Allure, Allure RestaShirt. И после того, как мы подключили депенденсии этого плагина, мы можем использовать фильтры, которые есть глобально в RestaShirt. И в этот фильтр передать listener из нашей библиотеки. Вот, собственно, одна строчка кода, которая позволяет оттачить реквесты-респонсы к JSON. Если мы в какой-то before метод засунем инициализацию глобально, у нас будут оттачиваться файлы и для реквестов, и для респонсов, для всех тестов. Также, если нам не надо для всех тестов оттачить, чтобы не перегружать наш репорт, мы можем этот фильтр добавить в спецификацию, и тогда будут оттачиваться файлы только для тех тестов, которые используют данную спецификацию. Для этого теста мы отправляем body, отправляем юзера. Это тест для регистрации юзера. И нам надо отправить имя юзера и его job. И вот то, что я вам показывал. Это класс, который описывает этого юзера. Всего лишь две строки, две аннотации. И при помощи билдера мы можем вызвать из этого класса pattern builder, передать туда имя, job, и сбилдить наш экземпляр класса. Дальше мы передаем его на rest.assure, отправляем в виде респонса, ну и получаем назад ответ. Так, сейчас мы запустим этот тест. Body to Allure. Запускается тест. Я надеюсь, что Wi-Fi не отвалился. Нет, не отвалился. Мы получили респонс от сервера. Вот здесь у нас есть log body. Это то, что выводит наш лог в body. Вот то, что мы получили ответ от сервера, что юзер Oleg Automation успешно зарегистрирован с таким-то ID. И вот сегодняшняя дата и время. И дальше посмотрим, что у нас получилось в репорте. Запускаем наш репортер. Вот наш test case 1. Открываем. И вот у нас приотачился наш реквест. Body нашего реквеста. И вся необходимая информация, куда мы его отправили. Хедеры. И даже есть curl строка, которую можно полностью скопировать и использовать где-нибудь. Второе, что я вам рассказывал, это был контракт тестирования. Контракт тестирования здесь вообще один класс. У нас есть просто файлик. Для реализации контракт тестирования матчеры JSON-схем не входят в Core-библиотеки Humcrest. Поэтому для того, чтобы нам проверять JSON-схемы, в POM добавляется еще один dependency. Это RESTO-SHURE JSON-схема-валидатор от J-Way. Итак, у нас есть... Есть у нас тест. В конце теста мы матчим нашу JSON-схему к тому, что нам пришло. Вот файлик с JSON-схемой. И тут такие самые интересные моменты. Вот у нас есть, например, email, который должен быть из домена recress-in. Еще один момент. Если у вас есть строка в JSON-е, и вы ожидаете, что в этой строке может быть null, и это нормально. То есть вы ожидаете, что такая строка может быть либо строковой, либо null. Нull не является строковым значением, поэтому если вы укажете тип string, то в случае, когда придет null, у вас тест зафейлится. Но если этот null окей, то есть вы ожидаете его получить, то вы можете тип указывать в виде массива и через запятую показывать два параметра. То есть может прийти тип string и тип null. И тогда пройдет и когда будет строка, и когда будет null. И у нас по паттерну есть email. Давайте его поменяем, чтобы тест зафейлился. Напишем google.com. Что еще удобно при реализации JSON-схемы, это то, что вам не надо придумывать кучу месседжей на все случаи жизни для assertion. У вас при фейле матчинга с JSON-схемой будет всегда генериться месседж, который будет достаточно подробно описываться, что именно пошло не так, какое поле не соответствует, что ожидалось и что пришло. В данном случае сейчас мы это увидим. Так, контракт тестинг. Запускаем наш контракт тест. Вот, прошел тест. Мы получили достаточно большой JSON в ответе. Вот он такой длинный. И посмотрим, что нам попало в репорт. Опять генерится репортик наш. Открывается. Тест фейл. Потому что мы испортили email. И вот у нас кейверт паттерн. Не прошел валидацию. Регекст у нас был google.com. Пришел какой-то там email от домена recress.in. И показаны все части JSON, в которых эта валидация не прошла. То есть все записи. Такой достаточно подробный месседж. Чтобы не случалось, месседж будет очень хорошо это отражать. И последнее, что я хотел показать в демо. Это performance testing. Performance testing у нас состоит из двух основных частей. Это сам REST ашур запрос. У нас есть класс, который наследуется от thread. И есть метод run, в котором, собственно, наш запросик. В результате выполнения этого запроса мы добавляем в статическую мапу. У нас есть статическая мапа, которая synchronized map. Потому что мы работаем с многопоточностью. В эту мапу мы складываем порядковый номер нашего запроса. И время его выполнения. То, что мапа конкурентная и некоторые потоки будут ждать записи в эту мапу, никак на нас не повлияет. Потому что ждать они будут после того, как запрос уже выполнен. И время запроса мы уже получили. И, собственно, сам тест. Мы создаем список наших средов. Запускаем в цикле, сколько нам надо параллельных потоков. Все потоки стартуют. Потоки добавляются в список. И дальше мы к этому списку джойнимся в цикле. Для того, чтобы дождаться, пока пройдут все запросы. Как только все запросы прошли, нас джойн отпускает. И мы попадаем сюда. Это так делать нельзя. Принт лэн. Я просто для наглядности. Это влог надо выводить. Никогда так не делайте. Дальше, перед тем, как заассертить наш тест, вы получаете большую мапу с набором информации о времени запуска всех ваших тестов. Вы можете анализировать ее как угодно. Вы можете ассертить тесты, если есть хотя бы один фейл, если среднее число больше чего-то, если там пики сильно большие. Как угодно. У меня, например, метод фейлится, если у нас был хотя бы один зафейленный реквест. То есть мы ожидаем 0 зафейленных реквестов. Если он не равен 0, значит весь тест зафейлится. Но перед тем, как ассертить тест, я передаю нашу мапу в такой метод ToLineChartPicture. У меня еще есть один класс ChartCreator. Он построен на основе JavaFX библиотеки и занимается он тем, что рисует график. Мы сюда передаем мапу, рисуем обычный график, картинку. И эту картинку мы возвращаем в виде массива битов. Но этот метод имеет аннотацию Attachment. И все, что этот метод вернет, будет автоматически приаттачено к данному тесту Allure. То есть нам никаких дополнительных движений делать не надо. Ну, запустим наш Performance Test. Так, Performance. Чуть-чуть увеличу Command Line. Запустился тест. Вот запустились наши среды. И ждем выполнения всех. Вот все среды выполнились. И то, что я вывел SystemOutStringLine, PrintLine, это все наши запросы и время их выполнения. То есть вы получаете большой массив данных для аналитики. Вы можете анализировать, соответственно, с запросами к вашему тесту. И смотрим, что у нас получилось в репорте. И опять запускаем репортер. Генерится наш Allure Report. Так, тест у нас должен был пройти пасом. Да, потому что не было ни одного зафейленного. Вот наш тест. И в нем есть наш график. Вот. Здесь не очень хороший интернет, поэтому у нас среднее время выполнения запроса порядка 6,5 секунд было. Собственно, на этом с демо все. Сейчас я вам открою еще слайдик с QR-кодом. Что такое? Не хочет открываться. Ладно. Придется прощелкать презентацию сначала. Ну и, собственно, на этом все. Я готов ответить на вопросы, которые у вас появились на протяжении этой презентации. Спасибо за презентацию. Очень поучительно. И мы, в принципе, правильно направляемся. У меня пару вопросов, если позволите. Да, конечно. Стоит ли в моделях закладываться под негативные кейсы? Мы видели, что вы делаете билдер. Стоит ли в этих моделях описывать там бади под негативные кейсы? Либо стоит это описывать в отдельных модельках? Ну, тут такой достаточно вопрос гибкий. Все зависит от количества негативных тестов. Если у вас один негативный тест… Если он приходит в одном, скажем так, респонсе, типа как error и там описание этого error. Да, то есть error, да. Мы обязательно, вот в нашем текущем проекте у нас такое есть, когда у нас не проходит какой-то API-запрос, нам возвращается error и внутри этого error JSON, который описывает, что именно произошло. Да, мы такие модели описываем. У нас отдельное есть package, в котором мы складываем модели под эрроры. Под негативные. Да. Второй вопрос. Вы показывали, что вы генерируете, получается, тестовые сущности, да? Энтити, тесты, entities. Да. Вы делаете это в тестах. А используете ли вы фикстуры для более больших тестовых сущностей? Ну, например, если там продукт, и у него есть до 20-30 параметров. А что имеется в виду параметры? Ну, параметры – это, скажем, свойства продукта. Ну, вот мы, например, генерим юзеров для наших тестов, в частности. То есть основная наша задача – это генерация юзеров и наполнение их логами. То есть что с ними происходило там последнюю неделю. И потом можно с этим юзером залогиниться и как-то с этими данными работать. И у нас достаточно большие объемы данных. И мы генерим это через билдер. У нас юзера достаточно большие. Это драйвера для грузовиков, водителей. И у них там есть и штаты, лицензия и очень-очень много всякой информации. Там 7-8-часовой рабочий день. Много-много. То есть это в отдельных тестах идет билдер и генерит все вот такие сущности. Да, у нас есть много оберток. То есть у нас есть метод с билдером, который может генерить разных юзеров. И у нас есть обертки, которые позволяют короткими запросами, вызовом короткого достаточно метода, сгенерить там юзера. Например, сгенерите 8-дневного юзера. Юзера с 8-дневной рабочей недели. И у нас есть дата-генераторы, которые генерят ему имя, пасворд, эмейл, берут локейшн из какого-то списка и рандомно собирают всю информацию и генерят достаточно большую сущность. Окей, и последний, если позволите. Ребят, извините. JSON-схема и как идет проверка именно по схеме? Если у нас падает несколько, скажем так, в паттерне параметров, это будет залогировано или нет? Давайте проверим. Окей. Так, берем нашу JSON-схему и ломаем еще enumeration. У нас был поломан... Был поломан эмейл, а мы еще enumeration поломаем. Так, терминал. Пока проверяются, можно еще вопросы задавать. Большое спасибо за доклад по контрактам и по перформансу. Особенно интересно было. Скажите, зачем... Ну, точнее, скажем так, когда вы показывали презентацию, вы показывали пример схемы и там были указаны ряд полей, которые required. То есть, ну, по идее, если я правильно понимаю, поля, которые не указаны required, они могут быть null-ом. Нет, это не required, вообще могут не прийти, да. То есть, у нас, например, JSON возвращает книгу. У книги будет автор, название, цена и год выпуска. И, например, поле год выпуска у некоторых книг может вообще его не быть. То есть, оно не null, а его просто нет в JSON. Потому что, если null, то оно тоже required, просто мы проверяем, что тип null. А если оно не входит в required, значит, что мы ожидаем, что это поле может появиться, может не появиться и отсутствие этого поля не нарушает наш контракт. То есть, клиенты тоже готовы к тому, что поле может не появиться. Хорошо, тогда первый вопрос отпал. Второй вопрос, ну, он довольно простой, в принципе. Каким образом аттачится график по перформансу? Там, если я правильно понял, не был указан тип аттачмента. Ну, для Allure вроде как это важно. Мы возвращаем, я же показывал там в методе, мы возвращаем byte array. То есть, мы возвращаем byte array, и он аттачит byte array, и этот byte array превращается в файлик. То есть, это картинка, которая в byte array превращается. Все, я понял. Спасибо большое. Так, смотрим, что получилось. Так. Я не вижу, чтобы мы... Я не вижу поломанного Enamo. Скорее всего, что оно вернет первую ошибку, да. Первую найденную ошибку. Скажите, пожалуйста, а сколько максимальное количество трейдов можно запустить при перформансе? Это ограничивается железом. Ограничивается железом, ограничивается пропускной способностью сети и тому подобное. То есть, вы можете запустить много трейдов, а у вас будет маленькая сеть, и вы получите картину работы вашей сети, а не картину работы сервера. Поэтому здесь надо исходить от железа. Ну, а как в G-метрии нельзя сделать? G-метр точно так же ограничен сетью. Если у вас сеть 50 килобит, то вы можете запустить в миллион потоков и проверить свою сеть, но не сервер. Ну, а если кластер из нескольких? Ну, это уже более такое advanced тестирование. Да, это я же говорил, когда у нас нету масштабного перформанс-тестирования, когда есть необходимость прикручивать Gatlin, G-meter или какие-то инструменты специализированные для перформанс-тестинга. Это когда нам надо такой легкий скрининг сделать, что у нас не падает перформанс от билда к билду. Когда вылили новую версию сервера, и у него резко пошел перформанс ухудшаться, то мы вот таким скринингом можем это заметить. Мы не проводим полноценное перформанс-тестирование. Здравствуйте. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, по JSON-схеме, собственно говоря, такой вот вопрос практически. То есть, допустим, идет активная разработка, часто меняются JSON-ы, они очень большие. То есть, каким образом генерировать их постоянно, обновлять, валидировать вот это вот все? Есть в интернете очень много онлайн-ресурсов, я сам их пользуюсь. Да, это разовое, понимаете, онлайн, короче, я, к примеру, это постоянно делать или постоянно загружать JSON-ы, из них генерировать схему, обновлять. То есть, не хотелось бы. Есть какие-то другие варианты? Ну, суть контрактного тестирования в том, что контракт не должен меняться, да? То есть, вы должны сгенерировать одну схему. Если у вас постоянно меняется контракт, значит, время для контрактного тестирования еще не настало. Контрактное тестирование проверяет, что контракт остается неизменный. Вы меняете логику сервиса, вы меняете что-то внутри, но контракт должен быть всегда один и тот же. Поэтому, да, вот такая ситуация. Спасибо. Все, большое спасибо. Тут мне говорят, что время уже вышло. Спасибо, было очень приятно работать с такой аудиторией. Я надеюсь, мы еще с вами встретимся. Продолжение следует...